Об этом его просили местные жители. В Новознаменском их около 7 тысяч. Вместе с ними и мэром кубанской столицы Вениамин Кондратьев проехал по местным улицам. Проблем в Новознаменском немало. Это плохие дороги, отсутствие газа и социальной инфраструктуры. Даже такой важный объект, как электроподстанция, здесь стоит без ремонта и ограждений в чистом поле. Идет реконструкция всех питающих центров. 34 центра на сегодняшний день. Они соответствуют... Я еще раз говорю, коллега, вы хотя бы еще раз говорю, вы хотя бы огородили ее для приличия, как положено это было. Но водозабор-то явно запитан на нее, я еще раз подчеркиваю. И что-то с ней, значит автоматически водозабор летит. И электричества не будет, и воды у людей не будет. Конечно, она будет в этом году у нас реконструирована. Земельный участок НЭСК мы подбираем, это собственность НЭСК электросети. Если оно будет, тогда назовите конкретные сроки. Сейчас вы людям назовете те сроки, в которые вы планируете реконструировать. И проблему с дефицитом или с отключением вот этой вот подстанции, если ее можно таковую назвать, вы закроете раз и навсегда. Коллеги, хватит кормить завтраками. В гетто превратили мы, чиновники. Сегодня пригород Краснодара в гетто. И это правда. После объезда новознаменского Вениамин Кондратьев встретился с местными жителями. Разговор длился два часа. За это время нашли конкретные решения проблем, которые озвучили люди. Так, в начале 2019 года начнется строительство школы и двух детских садов. Также запланировали и капитальный ремонт одной из улиц.